Девушки отдыхают Плетеные украшения, как тренд этого сезона, это просто шикарная фишка. Давай рассмотрим те, что ты принесла, уже дома сделала. Ой, какая красота. Самое интересное в этом колье то, сколько дизайнеры берут за него денег. А эта сумма немаленькая. Есть ли у вас варианты, сколько может стоить такое украшение от именитого дизайнера? Пожалуйста. Полторы тысячи гривен. Полторы тысячи гривен? Нет. Две тысячи гривен. Вот есть вариант две тысячи гривен. Ну, ближе, уже теплее становится, но нет. Дороже. Четыреста долларов. Четыреста долларов, вы говорите. Четыреста долларов. Уже практически горячо. Шестьсот долларов. Шестьсот долларов? Шестьсот двадцать долларов стоит именно это колье от Аурелии Бидерман. Французская дизайнерка Аурелия Бидерман, якихось тринадцать роков тому была простым мистецтвознавцем. Працювали на аукционе Сотбис в Нью-Йорку. Сгодом повернулося до Парижа, відчувши справжнюю жагу до каміння та прикрас. Подорожуючи святом в пошуках натхнения, Аурелия потрапила до Бразилии, где и до сих пор клоняются местным духом и поважают амулеты. Саме звідти дизайнерка повернулася уже с идеей неперевершенного браслета-ланцюжка. Коллекция Добразил с фирмовою застепкою-скрепкою – одна из найбажаннейших предбандів чат-модниц. Цена таких колье та браслетов досить высокая – от 90 до 500 евро. Та сделать подобную прикрасу можно власноруч. Не пропустите! Ольга Волкова покаже, как выготовить ультрамодное колье, что станет родзинкой вашего святкового убрання. Она использует дорогие металлы, золото, платин, действительно качественные, но мы можем сделать не хуже и намного дешевле. Эти колье делаются очень легко и просто, каждому под силу, и для них нам необходима только цепочка, которая, в принципе, тоже может быть у нас дома, и нитки мулине. Вот и все. Прежде чем мы научимся своими руками делать такие восхитительные украшения, давай выпьем кофе. Спасибо, с удовольствием. Нескафе – первое правило утра. И ручки можно погреть, приятно так? И для того, чтобы показать вам, насколько легко и просто, и каждая из вас справится с этой работой, я хотела бы пригласить нашу гостю, которая максимально близко угадала стоимость этого ожерелья, этого украшения, к нам. Присоединяйтесь, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. А как вас зовут? Ина. Ина. Очень приятно. Я вижу, Ина, что на вас тоже необычные украшения. Часом не сами ли вы их делали? Большая страсть моя хендмейт. Часто смотрю рубрику Олечку, пытаюсь экспериментировать, и вот один из таких экспериментов на мне, ободочек моего производства. Оля, как ты оцениваешь результаты старания? Я считаю, что шикарно. И я надеюсь, что вместе с вами мы сейчас подтвердим всем, что это легко, просто, и каждая справится. Для начала нам необходима цепочка. Конечно же, мы понимаем, что звенья могут быть разного размера, могут быть разного цвета. То есть, в принципе, есть даже черные, голубые, розовые, покрашенные тоже бывают. Но в данном случае мы выберем максимально приближенные к натуральным металлам, это будет серебро. Для того, чтобы определить, какой размер нам нужен, он, конечно, лучше всего померить по себе. Ну, давай по ине уже мерить. Давай, конечно же. Аккуратненько прикладываем и смотрим, насколько длинным должно быть наше украшение. Конечно же, если вы находитесь в магазине, то это можно сделать просто сантиметром. Аккуратненько мы промеряем, до какой длины должно быть наше украшение. Метр цепочки порядка 35 гривен стоит. Соответственно, если мы выбираем где-то сантиметров 60, то это будет еще дешевле. Но, конечно же, сумма эта может расти в зависимости от того, насколько качественный металл. И, возможно, это действительно будет даже золото. Что нам надо следующее? Это нитки мулине. Такой простой материал, который есть во многих магазинах для рукоделия. В принципе, тоже, может быть, и дома поищите у вас есть. Я выбрала 4 разных цвета. Для изготовления такого колье, плюс мы сделаем еще маленький сюрпризик, и сделаем еще и браслетик, то 4 моточка нам с головой хватит. От 1,5 гривны стоит 1 моточек мулине. Приступаем. Нам надо будет его размотать и сделать из него вот такие вот нити. Какая длина их должна быть? Для того, чтобы можно было оплести наше колье, нам надо выбрать минимум 2 длины колье. То есть, если у нас оно 60 сантиметров, то 1,20 м должна быть наша полоса. И из нее как раз мы будем и плести. Есть одна, и есть вторая. Так, Инночка, вы будете нам помогать. Для этого я вам даю тоже небольшую цепочечку, но это будет уже под браслет. Точно так же, как колье, точно так же мы подбираем браслет, мы меряем наши запястья, чтобы аккуратно, вот оно у нас держалось, такой размер, значит, оптимальный. Как мы уже договорились, мы берем 2 длины для того, чтобы начать плести. 2 длины одного цвета и 2 длины другого цвета. Итак, мы видим, что есть звенья, да, и в 2 раза больше минимум наши нити. Итак, будем приступать к работе. Берем наши ленточки, которые получились у нас из ниток мулине, отмеряем сантиметров 5 и делаем просто узелок. Вот так вот узелок мы завязываем. С этого будет начинаться наше плетение. Нам надо зафиксировать пока, чтобы наши нити не ездили. Конечно, Инна, если у вас будут к Оле вопросы, а может быть рекомендации, вы можете спокойно об этом говорить. Хотя некоторым девушкам нравится молча работать. Я не знаю, вы и на как? Может, песни поете, когда плетете? Нет, ну я когда творю, да, я больше ухожу. С себя. Молча нет, да. Я поняла. А Олечка вот и говорить может, и делать. А я только говорить. А я еще это потом звать могу в процессе. Мы уже так пробовали. Для того, чтобы удобнее было нитки мулине продевать сквозь наши цепочечки, я использую обыкновенную невидимочку. Ну, в принципе, можно и аккуратненько просто складывать пучочек и продевать сквозь звенья, тоже так можно. Либо можно взять обыкновенную английскую булавочку, тоже подойдет. И что мы делаем? Мы берем и продеваем. Мы нанизываем прямо на невидимочку нашу веревочку. Я оставляю посрединке, да, в своем случае? Можно посрединке, то есть фактически у нас получается иголочка с ниткой. Да. И теперь нам намного проще поместить ее в звено. Мы это делаем с поднизу. То есть снизу звена, наверх мы вытаскиваем нашу ниточку. Одну сперва одного цвета. На вторую мы сейчас даже и не цепляем невидимку. Вторая спокойно остается. Цепляем. Сейчас мы переходим уже ко второй. И, конечно же, на вторую мы тоже прицепим. Но чтобы не менять, это быстрее. Если, конечно, дома только одна. Вы успеваете, да? Да. Пока. Пока, да. И в другую мы тоже точно так же одеваем. Итак, первую мы продели. Теперь следующий этап. Мы берем вторую нашу веревочку. Она у нас контрастная, потому хорошо будет видно. Ее поверх первой. И затем продеваем во второе звено. И вытягиваем. Таким образом мы получаем эффект обыкновенной косички. Для плетения косички обычно нужно три элемента. То есть, соответственно, третьим элементом у нас и служит наша цепочечка. И так мы продолжаем дальше и дальше, совершенно легко и просто, продевая то одну, то другую. Когда наша ниточка уже становится короче, мы немножко нашу невидимочку отодвигаем все дальше и дальше, чтобы это было попроще. И мы продеваем все дальше и дальше. Наденька, помоги мне, хочу показать еще. Тебе надо за узелок подержать. А я покажу, как это выглядит в плетении. Мы берем следующую нить, накладываем ее сверху. Затем берем за нашу невидимочку и продеваем следующее звено. И продеваем, аккуратненько подтягиваем. Делаем мы это не слишком сильно, но и не слишком слабо. Потому что, если мы будем очень слабо делать, то наши вот ниточки, да, они начнут разъединяться и будут некрасиво смотреться. То есть, мы все-таки подтягиваем это. Но для того, чтобы наши звенья все-таки были подвижные, нам надо это делать не слишком сильно. То есть, вот так вот мы продолжаем это делать. У меня свободненько получается. Если у нас что-то не получилось, мы развязали и обратно переделали еще раз. Ну, чувствуется, что у тебя опыт в этих делах плетения достаточно велик. Ты где научилась именно так плести? Ну, Наденька, я тебя пока попрошу мне помочь. Вот, а я буду рассказывать, где научилась. Моя подружка поехала во Францию. И, конечно же, она нашла магазин этого известного дизайнера Аурели. И увидела на витрине эти шикарные колье. Смотрит на цену. Даже мужа уговаривай, не уговаривай, ничего не получится. И, конечно, она втихаря фотографирует это колье. Возвращается домой и говорит, что, Оля, помогай, надо сделать не хуже. Давайте посмотрим, что получается. Так, Инночка, ну, молодец, шикарно. Получилось просто идеально. С двух сторон, там, где у нас остаются хвостики, мы завязываем аккуратно, чтобы у нас были такие вот баламбончики. Ну, у Наденьки... Я еще в процессе. Да. У Наденьки цепочка в два раза длиннее, потому ты продолжаешь свою работу. А, Инночка, так как ты уже закончила, я попрошу тебя оплести еще с сут другой стороны. Что самое интересное, у Аурели, знаешь, что она использует в качестве застежки? Без понятия. Девочки, вы никогда не догадаетесь. Да это что? Да. Что? Извинка остается. Так. Я уже немножко ее приоткрыла, да, для того, чтобы было удобно ее нанизать на наше украшение. Ты крепишь на цепочку, либо на нитки можно крепить? Лучше на цепочку, оно будет надежнее. Больше всего мне нравится в этом ожерелье, что они двусторонние. На какую бы сторону? Ну, это на самом деле тоже интересная штука, потому что можно действительно одевать и на одну, и на другую, а можно, чтобы у нас мулине смотрело вверх, а можно перекрутить, и оно будет смотреть уже вниз. Берем нашу скрепочку, крайнее звено с другой стороны и аккуратно соединяем. Гениально. Да? Ну, там все можно и более традиционные застежки, я вижу, использовать. Конечно. Как здесь ты? Можно большие крючочки, можно стандартные такие карабинчики, все это можно использовать. Удобно и легко застегивается. Инна, а у вас как получилось? Ну, тоже хорошо прикрепилось. Очень легко. По-моему, для Инны это какое-то легкое задание. Конечно. Это для меня абсолютно новый опыт, спасибо большое. Ну, и самый, наверное, приятный момент, это надо примерять, правильно? Да. Конечно же, украшение такое достаточно массивное и самодостаточное, потому колье у нас сейчас не подойдет, но браслет... Замечательно. Примеряем. Я уверена, что Инна из колье не хочет расставаться. Конечно. Я любитель, да, таких украшений. Потому это колье, этот браслетик мы, конечно же, оставляем вам за хорошую работу. Спасибо. Класс. А тебе, Оленька, спасибо за прекрасную идею. Привет, YouTube. Тебе понравилось это видео? Оставляй комментарии и делись ими с друзьями, ведь наши советы делают твою жизнь проще и ярче. А чтобы быть еще ближе, подпишись на рассылку нового видео. И все будет добре. Субтитры создавал DimaTorzok